В первую очередь хочу поздравить вас с праздником, величайшим праздником христианским сушествием Духа Святого на землю. И хочется, чтобы в каждое сердце пришел этот праздник, потому что христианский праздник – это не только выходной день, это не только накрытый стол, но это праздник нашей души. Аминь. А когда нет в душе праздника, то и все остальное не в радость. Поэтому пусть вас благословит Бог. Благодарим братьев за ваши открытые сердца и просто за возможность служить вам. Я хочу сегодня проповедовать на тему «Вы будете». Вы будете. Это относится ко всем присутствующим. Я думаю, что этот вопрос немаловажный, особенно для молодежи, кем мы будем и для всех присутствующих. Кем мы будем? Обычно детям об этом говорят вначале родители. А иногда дети, они избирают себе какую-то профессию. Делают они приблизительно так. Если оказались в самолете, они говорят, я буду летчиком. Можно я буду летчиком? Если оказались в другой ситуации, они уже видят себя в этом направлении. Так поступают дети. Взрослые, они выбирают уже себе направление в жизни. Поэтому, кем мы будем? Вы будете. Вы будете. В первую очередь, мы все христиане. Эти слова, которые я сейчас предложил, как тему для проповеди, сказал сам Христос. И в Библии написано, кем мы будем. Или должны быть. Деяние апостола 1.8, основной стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете. Скажите вместе со мной. И будете. Моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Вы будете. То есть, здесь идет речь независимо от профессии. На врача вы учитесь или на учителя. Какую бы вы ни имели как бы специальность, вы будете Моими свидетелями. Это цель Иисуса Христа. И ради этого Бог как бы не спасла Духа Святого на землю. Он дал нам эту благодать, чтобы мы были свидетелями Его славы, Его чудес и Его дел. Вы будете. Еще в Библии написано, что верный свидетель спасает души. Значит, мы должны. У нас есть цель. Какой это верный свидетель? Вот, например, иногда случается какая-то авария. И серьезная авария. Люди пытаются рассказать о ней. И иногда это, ну, выглядит так. Я там проезжал мимо и видел там такую аварию серьезную. И человек начинает рассказывать. Другой подходит и говорит, что я видел это с другой стороны. И он начинает рассказывать свою историю. А потом подходит третий и говорит, я был там. Вот скажите, кого люди будут слушать? Ну, тот заметил, тот проехал мимо. Или же, допустим, он проехал мимо, а кому-то кто-то рассказал об этом происшествии. Но находится третий и говорит, я был там, я видел это своими глазами и так дальше. Безусловно, всех вот этих два свидетеля их оставят, а придут к этому, который все это видел, потому что он там был. Почему? Потому что он верный свидетель. Он может передать то, что он видел и то, что он слышал. Вы будете моими свидетелями. И чтобы быть этими свидетелями, то апостолы, они так и говорили. Мы говорим о том, что видели, что слышали, что осязали. И это все передаем вам. Это очень здорово. Мы живем в очень ответственное время, когда люди нуждаются в помощи и в спасении. И чтобы прийти на помощь людям правильно, мы должны быть действительно верными свидетелями. А для этого есть над чем работать. Вы знаете, что мы должны своей жизнью отображать Христа. Правда или нет? То есть, чтобы жить так, чтобы кому-то захотелось жить так, как ты живешь. Кому-то захотелось ходить в церковь туда, куда ты ходишь. Мы должны так жить. А это непросто. Я говорил, у нас вот в церкви тоже есть молодые люди. И однажды один пришел, человек молодой, ему было 7-8 лет. И он говорит мне, пастор, можно я буду пастором? Я ему сказал, можно, если получится. Но почему-то уже он захотел. Потом через время еще один пришел. И у нас уже есть два пастыря, которые растут. Слава Богу. Слава Богу. Можно ли мне быть? Можно, если получится. У каждого из нас есть возможность, есть шанс. И Христос призывает нас к этому. Вы будете моими свидетелями. Свидетелями. О, как это чудесно. Что нам необходимо сделать или иметь, чтобы быть Его свидетелями? Первое. Написано, не отлучайтесь. Еще один стих, читаю четвертый, с этой же главы. И собрал их. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима. Но ждите обещанного отца, о чем вы слышали от меня. Не отлучайтесь. Запомните это слово. Откуда не отлучайтесь? От Иерусалима. Вы знаете, что есть немало христиан, которые не пропускают собраний. Но здесь смысл намного глубже. Какой я нахожу для себя здесь смысл? Есть место, где поставил нас для служения сам Бог. И Он желает, чтобы мы выполнили свое призвание и предназначение. Очень часто просто люди не выполняют это, свое предназначение. Не отлучайтесь. В моем понимании, Иерусалим – это образно церковь. И если мы хотим быть Его свидетелями, то у нас должно быть правильное отношение к церкви. Не отлучайтесь. Не отлучайтесь, что от Иерусалима. Иначе вы не выполните то, что от вас ожидает Бог. То есть, выбери для себя место, выбери для себя церковь, служение и место в служении. И реализуй себя там. Не отлучайтесь от Иерусалима. Смотрите, как здесь написано. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. То есть, расцвет наш, духовный рост, он зависит от насаждения. Если вот травку вы пытаетесь посадить, и вот эти, берете такие, как бы, квадратные такие штучки, и будете передвигать эту траву часто, она может просто погибнуть. Если дерево часто пересаживать, оно может усохнуть. В Библии написано, не отлучайтесь. Рассвет, благословение, плод, он будет от насаждения. Вы знаете, в чем сегодня проблема современных христиан? Они, некоторые с трудом становятся членами церкви. А если уже стали, то это для них уже подвиг. Но это не все. Здесь не идет речь о людях, которые являются членами церкви какой-то. А здесь идет речь о людях, которые посажены там. Которые живут жизнью церкви. Насажденные в доме твоем, они цветут, они плодоносят, они имеют прекрасный результат и плод. Благословение от насаждения. Я хотел бы просто вас вдохновить и направить, потому что это очень важная в моем понимании истина. Какая же польза от насаждения, друзья мои? В первую очередь, это возможность проявить себя. Вы никогда не будете радоваться от собственного вложения или труда, если вы там не посажены. Вот смотрите. Ну, можно купить, например, помидоры где-то там в Алмарте. А можно вырастить на огороде своем. Какие вкуснее? Я вот тут был в Ванкувере на ваших фермах у некоторых друзей. И смотрю, вот хозяйка идет, а за ней куры бегут, целое стадо. Правда? Красиво выглядит. И вот яички у нас настоящие. И они довольны, потому что это результат вложения, это результат как бы собственного труда. Это все намного вкуснее. Результаты благословения от насаждения. Я говорю студентов так, просто мы общаемся, их учу. И я иногда спрашиваю, какое собрание самое лучшее? Вот мы сейчас вот проехали, там уже много церквей. Будем спрашивать, ну, какое тебе собрание? Самое большее понравилось. Но просто, вот что я верю, и это просто действительно переживаю на практике. Два важных момента есть. Если вы хотите быть на хороших собраниях, вот, например, в своей церкви, я всегда попадаю на свои хорошие собрания. Некоторые не всегда. Знаете почему? Потому что я их не пропускаю. Но и это не все. Хорошее собрание, послушайте, это то собрание, которое благословляет Бог, первое. А второе, в котором я участвую. И если вы участвуете в служении, вы ее критиковать никогда не будете. К сожалению, большинство это зрители. Ну, как говорится, со стороны всегда виднее. Поэтому мы оценяем служение, но участвовать в их надо. Результат и плод приходит от насаждения. Дальше. Еще что интересно. Если мы что-то посадили на своем огороде, то мы за ним ухаживаем. Правда или нет? Да или нет, хозяйки? А как бывает практически? Вот человек, как бы, говорит, пришел в воскресенье раз в месяц и, как бы, всем видом говорит, скажите спасибо, что я пришел. Ну, спасибо. Но этот же человек, он просто даже, он, как бы, иногда, ну, как бы, недоволен, что он обделен вниманием. Вот я пришел, а ко мне никто не подошел, ничего у меня не спросили. Я хочу вас просто вдохновлять. Дело в том, что в Писании не написано, чтобы, ну, как бы, чтобы тебя любили, а написано возлюби. А нам хочется только, чтобы меня все любили. В Библии говорит, возлюби ближнего твоего, как самого, что? Себя. И люди ходят, любви ищут. Но послушайте, заботу проявляют все, все вы, только о том, что посажено. А если уже посадили что-то, то поливать надо, и оберегать надо, и так дальше. А мы, можно сказать, еще и корни не пустили, а уже всем недовольны. Поэтому насажденные в доме твоем, они цветут. Они и в старости плодовиты и сочны. И вас просто хочу вдохновлять, чтобы вы действительно, ваша жизнь была украшена плодами Духа Святого, чтобы вы были красивыми, знаете, красивыми, несмотря ни на возраст. Это так прекрасно. Я вас просто вдохновляю. Вы знаете, что в Библии написано, что есть, вот, например, нетленная красота. Что это значит? Это такая непроходящая. Вот хоть морщины появились, а все равно ты красивый и все. Потому что красота есть нетленная. Она внутри тебя. Поэтому оставайтесь таковыми, несмотря ни на что. Пусть вас всех благословит Бог, чтобы действительно мы не отлучались от Иерусалима. Бог создал церковь. Бог благоволит к церкви. И Бог ее строит. Вы будете иметь здоровое общение. Ваша жизнь будет изменяться к лучшему. Еще прошу вас, не отлучайтесь от Иерусалима. Ваше благословение, оно напрямую связано с тем, какое отношение твое к церкви Христовой. Иерусалим как город слитый в одном. Какое это благословение? Там написано благословение и жизнь навеки. И жизнь церкви, она не зависит от количества членов. Она зависит от единства наших сердец. И пока мы едины, мы непобедимы. Не отлучайтесь от Иерусалима. Следующее, что там написано. Но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от меня. То есть вторая вещь, которую мы должны знать и иметь. И к этому стремиться, если мы хотим быть его свидетелями. Это что? Его ждать. Ожидание – это вера, это моя жажда, это мое терпение. В вере же есть в усуществлении ожидаемом и уверен, что в невидимом. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать. Псалом 5, 4. На основании этих слов я знаю, что если мы будем веровать и жаждать, то в Библии написано, из сердца, из чрева потекут реки воды живой. Итак, ждите. Говорят, что самое трудное – это догонять и ждать. Но Библия говорит – жди меня. Иисус возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верит в меня, вот как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть вот эти реки, они потекут в твою семью, в твою жизнь, в твой бизнес, если у тебя будет жаждущее сердце. Если вы хотите что-то иметь, вы должны к этому стремиться. Написано, блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо они что? Насытятся. Нет ничего ценнее в нашей жизни как близость с Богом, как практическое переживание Бога. Я говорил и говорю, многие христиане, молодежь уходят от Бога только из-за того, что они Бога не переживали. Они не пережили Бога, они слышали о Боге, но они ее не пережили. А как мы можем Бога переживать? В первую очередь, Бога переживают те люди, которые Его ищут, которые Его жаждут, которые желают общаться с Ним. Если вы любите, например, дети любят своих родителей, они их ищут, особенно в трудные моменты жизни. И когда они их находят, общаются с ними, они переживают их любовь, их благодать, их денежные возможности. Правда? Так точно это относится к Богу. Мы должны просто жаждать Бога, если мы хотим, что переживать Бога. Еще одна мысль, почему люди не переживают Бога? Потому что они не проповедуют о Боге. Потому что, когда мы идем, неся благовестие другим, Бог сопровождает такого человека чудесами и знамением. Я приводил такой пример, что ветер есть всегда. Везде есть ветер. Даже если вы выйдете на улицу, и даже листья не колышутся, он есть, просто маленький, небольшой. Его трудно даже заметить. Но если сесть на байк, и начинаете вы ехать, то чем быстрее вы едете, тем ветра будете вы переживать больше. Божье присутствие, оно есть везде. Но переживать присутствие Бога могут только те люди, которые двигаются туда, куда призывает нас Бог. А кто не верит в присутствие Божье, в их судьбу Бог однажды придет ураганом, но не точно узнает, что есть единственный Бог на небе, судья живых и мертвых. Аллилуйя! Пусть Бог благословит нас, но для Божьей работы нам необходима сила. Мы сами по себе многое не сможем сделать, а эту силу мы не можем получить без нашей жажды. Написано, Он насытил душу жаждущую и алчущую, исполнил благ, а богатящую отпустил ни с чем. Псалом 106, 9. Хотя это трудно, но Библия говорит, «Но вы ждите благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Смотрите, Бог когда-то в свое время призвал Саула, и однажды он ему сказал, последний, последний как бы для тебя тест, жди меня, пока я приду. Помните это событие? Но ситуация была военная, положение было тревожное, и Саул, не дождавшись, видя, что народ разбегается, он начал приносить жертвы, не дождавшись Самуила. И вот когда Самуил явился, то что случилось? Не дождавшись, Саул потерял царство. Но ты жди его. Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Именно когда приходит помощь от Бога, приходит ускорение в служении. Послушайте, то, что мы можем делать неделями без Бога, с Богом мы можем сделать за один день. Приходит ускорение. Но ты жди меня. Ждите обещанного от Отца. Бог, тот, что обещал, Он делает. И Бог не предлагает нам ненужных вещей. И если Бог положил в планах, что мы должны это принять, то мы должны, в конце концов, ждать. Ждать. Мы должны быть чувствительны к Святому Духу. И если Он начинает двигаться, мы должны подчинить себя Ему во имя Иисуса. Но ты жди Его. Следующее, что нам необходимо сделать или иметь, чтобы быть Его свидетелем. Написано, примите. Не отлучайтесь, ждите, примите. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Чтобы быть Его свидетелем, надо что-то принять. Примите то, что предлагает тебя, Бог. Иногда принять еще сложнее, чем догонять и ждать. Но вы примите то, что предлагает тебе Бог. В чем сложность принятия? Почему люди с трудом принимают? Почему не все принимают? Смотрите, как здесь написано. Деяние 10, 14, 15. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ем ничего скверного или нечистого. То есть, я не буду это есть, я это не принимаю. Тогда в другой раз был глаз к Нему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Бог не всегда отвечает так, как мы ожидаем, как мы предполагаем и как мы думаем. У нас разное отношение к Духу Святому. Да, но Бог говорит, примите то, что предлагает тебе Христос. Если Он предлагает, то Он желает тебе это дать. Но Он приходит, Дух Святой, на приготовленную почву. Когда мы уже приготовили свое сердце, когда мы действительно этого желаем. Поэтому не только ожидайте, но примите во имя Иисуса Христа. Это сверхъестественная сила и помощь от Бога. И когда мы принимаем эту благодать, это не сравнимо ни с чем. Вы знаете, вот я несколько слов скажу, просто что предлагает нам Бог и как мы можем это принять. Человек – это сосуд. Послушайте, вот мы все как сосуды. Вот я стою перед вам, я как сосуд. Если меня наполнять чем-то, меня можно наполнять вот этот здесь предел, где мой рот. И когда я уже наполнен, так это переливается. Это как вы бутылку наполняете и уже наполнена она, она переливается через край. Когда вы погружаетесь в Духа Святого, креститесь, тогда Он по мере наполнения вас, Он будет переливаться через ваши уста. Вот почему люди начинают говорить новыми языками. Это удивительно, но это хватит. Примите то, что предлагает вам Бог. Вы знаете, я просто восхищаюсь теми людьми, которые, например, не пережили этого, но они верят. Они христиане посещают церковь. Слава Богу за таких людей, у них большая вера. Мне кажется, я, наверное, не смог бы быть верующим, если бы я не имел этих переживаний. Мне было бы трудно, но когда Бог меня наполнил, то я хочу вам сказать, это не одноразовое какое-то переживание, а это то, что я переживаю, идя по жизни. Аминь. Вы знаете, вы можете, например, купить Мерседес и показывать соседям, какая у вас классная машина, но если вы на ней никуда не едете, пользы от этой машины вам очень мало. Дух Святой послан на землю для того, чтобы мы хвалились, что мы что-то имеем, а чтобы мы этим жили и служили Богу и людям. Аллилуйя. Садись и начинай ехать. Мы, в конце концов, должны быть, что? Его свидетелями. Интересная моя мысль, почему, например, когда крещение Духом Святым сопровождается знамением иных языков? Правда? А почему как-то по-другому как-то? Почему так именно? Я нахожу для себя ответ в Библии. Написано так, а язык укротить никто из людей не может. А Бог может? Точно может. И когда Бог человека крестит Духом Святым, то в первую очередь Он укращает наш язык. И Он уже говорит что-то, не повинуясь нам. И я верю, если Бог язык укротить может, то и в остальном Он нам помочь в состоянии. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Еще раз. Примите то, что предлагает для вас Христос. Будьте приготовленными к тому, чтобы принять эту благодать. Не думайте, что это тебе не надо, что ты как-нибудь и без этого проживешь. Чтобы выполнить волю Божью, надо силы от Бога. мы сами по себе немногое можем. Вы знаете, все, что построено на эмоциях, оно недолговечно. Это, знаете, как фитиль без масла. Он гореть будет, коптить будет, но недолго. Поэтому все, что построено на человеке, на людях, на эмоциях, оно быстро сгорает. Но если действительно в сосу твой полный масла, то ты будешь гореть продолжительно и долго. Аллилуйя! Аллилуйя! И Бог обращает внимание, сколько на то, что мы сделали, допустим, в данный момент, а настолько мы постоянны, насколько мы стабильны в том, что мы пребываем и в чем мы делаем. Иногда нас хватает на какой-то порыв, рывок, но надолго нас не хватает, и мы просто истощаемся. Но в Боге есть благословение и сила. И если вы примете то, что предлагает тебе Христос, нам Христос, то исполнится вот это слово. И вы будете моими свидетелями, свидетелями моей славы, свидетелями моих дел. И как я уже сказал в начале, верный свидетель спасает души. Свидетельство это не только то, как я уверовал, послушайте меня, а свидетельство это то, как мы практически переживаем Христа в жизни. Этих свидетельств в наших сердцах категорически не хватает. У нас много проповедей, но мало свидетельств, как мы переживаем Христа в практической жизни. Но свидетельство иногда, оно намного, намного эффективнее, нежели то, что мы просто проповедуем, потому что это взято из пережитого. Пусть вас благословит Бог, принять всю полноту благодати. Когда я был молодым человеком, мы переживали Бога в молитве, в общении с Богом, в общении с Духом Святым. Это было такое наслаждение, что мы каждый вечер искали друг друга. Искали, чтобы помолиться. мы готовы были ехать какие-то расстояния, неизвестно куда. Если мы встречались там 5, 10, 15 человек, мы наслаждались молитвой. И чем человек ближе к Богу, чем больше он это переживает, тем больше он к этому будет стремиться. И у нас было такое приходим на очередную молитву, молитвы нету, а мы помним, что вчера было, нам хочется то, что было вчера, мы уже на меньше не согласны. Мы тут сегодня расстроился о том, что я сегодня обманул. И смотришь, снова накрывает нас волна, и мы просто радуемся и ликуем. Это делает Бог в наши дни, это все определяет жажда. Я рассказывал, еще скажу, вот у меня были такие люди в служении, закончилось собрание очередное, они говорят, пастор, мы можем остаться на молитву? А собрание было 2,5 часа, я говорю, а что мы сделали 2,5 часа? Молились? Молились? Он говорит, нам мало. Найдите сегодня таких людей. И эти люди в будущем они стали служителями. Они просто зажигали других для Иисуса. Они горели огнем Святого Духа. Аллилуйя. Это не просто я иду там, чтобы отметиться, я просто, у меня есть цель, у меня есть цель пережить Христа практически и будете моими свидетелями. Будете моими свидетелями. Друзья мои, это наше призвание, независимо от вашей профессии. Может быть, ты просто домохозяйка, вы будете моими свидетелями. Бог вам предоставит возможность, друзья мои, но вы будьте к этому готовы. Когда Павел когда-то плыл на корабле, помните, во время бури, он говорит, не надо плыть, плавание будет опасно. Никто на него не обращал внимания, как сегодня в Америке происходит. Да, вы, христиане, выходите в церковь, себя ходите, но когда этому кораблю угрызла смертельная опасность, они нашли Павла, который там где-то там внизу молился. А когда Павел появился на палубе, он был готов, чтобы этим людям помочь, потому что он не терял время зря, он просто общался с живым Богом. И он говорит им, Бог, которому я служу, он в эту ночь мне сказал, что никто из нас не погибнет, но только корабль. И так случилось. Это о чем мы должны заботиться, это верные свидетели. И таковых свидетелей Бог сегодня ищет. И будете свидетелем моей славы и моих дел. Бог сегодня делает невероятные вещи на земле. То, что вы видели на Кубе это особое благословение. Особое благословение. И если у вас будут вопросы, мы можем потом пообщаться, если будет время, я не знаю. Но это настолько интересно. Когда мы приехали туда, помню, вот последний раз приехали, приехали после урагана. Мы только заночевали, переночевали одну ночь. В 8 утра уже в доме полиция. И они говорят, вы не имеете права здесь заниматься, никакой религиозной деятельности. И помощь оказывают для населения. Не имеете права. Я говорю, как же люди голодные, люди просят трое суток, нет ни воды, ни света, ни связи. Люди живут в потемках. И вы не имеете права. А я говорю, а почему? У нас есть государство, оно позаботится о своих людях. А смотришь, что-то слабовато заботится. Но вы не имеете права. И там люди живут, и там Бог являет свою славу. Слава Христу! Слава Христу! А у нас все по расписанию, а здесь дороги разрушены, проехать машину невозможно. Наняли грузовик, погрузили этих людей ехать на океан, дороги завалены, нельзя проехать. Пока добрались к берегу, а там оцепление полиции, пляж закрыт, бирж закрыт, потому что там птицы погибшие, пеликаны, рыбы, купание запрещено. И все, кажется, все, тупик, Господи, что делать? Но мы молимся, и я говорю одной кубинке, я говорю, спроси полицаи, может быть, он разрешит крещение дать? Она подходит, говорит, а можно мы покрестим людей? Она говорит, купание запрещено. Говорит, а мы не купаться, а мы крестить. Говорит, крестите. И здесь людей, все стоят, всем запрещено, а мы пошли в воду. Слава Христу! И смотришь, среди развалин, возле берега, там, если вы видели, не осталось ничего живого, к бичу нельзя подойти, все в развале, потому что удар был с океана. Никто, вода прекрасная, все, но не разрешено даже, я говорю, войти в эту воду. И вдруг, среди вот этой развалин, звучит голос победы, люди заходят и торжественно обещают, что с этого дня я буду служить тебе, я твой свидетель. Это Бог делает в наши дни. Я желаю, чтобы всех вас и вашу церковь благословил Бог. Я хочу, чтобы это слово исполнилось в моей жизни и в вашей. И будете моими свидетелями. Вы знаете, в чем здесь основная проблема? Это не то, что тебя попросили, иди проповедуй и едь на миссию. Это слабо работает. Это когда оно внутри тебя, когда оно вырывается отсюда, когда ты и хотел бы молчать, но не можешь. Расскажите меня, апостолам запрещали, они говорят, мы не можем не говорить о том, что мы видели и слышали. Нет, вы не должны, мы вам приказываем. А мы не можем. Почему? Потому что оно здесь. Оно здесь. Они приняли то, что предложил им Бог. И они не могли молчать о пережитом, не рассказав другим. Пусть благословит всех нас Бог. Давайте мы поколуемся Ему. Прославим Ему. Ему вся слава ныне и во веки. Аминь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, и за это служение, Иисус. Мы благодарим Тебя за то, что голос Твой, он звучит в сердцах наших. Мы благодарим Тебя, что Ты говоришь к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты заботишься о нас. Ава, Отче, помоги нам услышать Твой призыв и откликаться на это приглашение. Помоги нам услышать и пойти туда, куда призываешь нас Ты. Помоги нам быть Твоими верными свидетелями. Во имя Иисуса оживи наш дух и благослови наше сердце, благослови нужды тех, кто присутствует в этом зале и даруй народу Твоему, Господи, Твой божественный мир. Аминь. Мы продолжим нашу молитву. Давайте мы вместе будем в молитве, слушая еще одно пение, слушая наших хористов, будем принимать Божью благодать. Божью благодать. Божью благодать. Божью благодать. Божью благодать. Господь, я жду Тебя, Великий мой Бог Твои дела И душа моя Тебе стремится как поток как поток гулань. О, Господь, я жду Тебя, чтоб войти в Твою обитель. Ты свет и жизнь и жизнь Ты прекрасен, Иисус, всей душой к Тебе стремлюсь. Иисус, как нужны нам реки, как нам нужен дождь, все Твои источники воды живой. Кто, как Ты прекрасен, Кто, как Ты велик, О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Господь, мы жаждем быть с Тобой. О, Господь, Ой, мой, 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 мой. Пусть к Тебе стремлюсь, чтобы сдать Тебе всю славу. Мой великий Бог, Всей душой к Тебе взываю. Славь Твоя любовь, Благодать даны в Иисусе. Славь Твоя любовь, Благодать даны в Иисусе. Все Твои источники, а Ты живой. Кто, как Ты прекрасней, кто, как Ты велик, О, Господь, мы жажим быть с Тобой. О, Господь, мы жажим быть с Тобой. Иисус, мы ждем Тебя. 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 Да будет имя Божие благословено в Божьем народе во веки и веки, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Продолжение следует. Хотели еще подарить подарок, к сожалению, не можем подарить вам всем, вот такую футболку. Здесь написано «Я не стыжусь», а сзади «Я не стыжусь Евангелия». Вот, и мы хотим подарить это вашему пастору, чтобы он носил и проповедовал везде просто. Волмарт можно одевать и во все остальные магазины, да. Спасибо еще раз большое вам за весь ваш прием, теплый, спасибо большое. У вас очень по-семейному так, спасибо большое. Перед концом служения мы еще сделаем один сбор. Мы были свидетелями, как наши гости из Флориды послужили нам. Вы знаете, что я подчеркнул, я был с ними на многих собраниях, веру в молитву. Вы заметили, вот молодые наши ребята выходили и говорили, молитесь о нас. То есть они верят, что любая молитва, сказанная, знаете, о нужде, о обстоятельстве каком-то, они верят, что эта молитва будет услышана, она поможет им в жизни. Очень прекрасно, вот имея сына своего, вот сейчас вот в школе с ними, вы знаете, я заметил, я мог засвидетельствовать, общаясь с ним по телефону, и вот когда он домой приехал, что они меняются, и это очень хорошее дело. Вы знаете, не люди меняют людей, можно сказать, Господь меняет. Как апостол Павел говорит, я насадил, полос поливал. Все делает Господь, но кто-то должен насадить и кто-то должен поливать. Поэтому давайте благословим их от сердца, благословим их для себя. Это как наши дети, знаете, они любят Господа, сияют все. Да благословит вас Господь. Давайте все встанем еще, помолимся, и они споют песню, и мы будем жертвовать. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, которую Ты продлеваешь в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь, за новое поколение, которое любит Тебя, которое имеет жажду, Господь, по слову Твоему, которое жаждет исповедовать Твое Слово и исповедовать Твое назначение для Церкви Твоей, для всех святых на этой земле. Ты сказал, идите по всему миру. Господь, если мы не можем пойти, но мы можем пожертвовать, мы можем благословить их, чтобы дело Твое, оно продлевалось, Господь. Как никогда в это последнее время люди горят для того, чтобы проповедовать Слово Твое. Благослови всех миссионеров по всему лицу земли. Да будет Дух Твой Святой с ними. И наших миссионеров, начинающих, молодых, которые поедут на миссию, Господь. Да будут, Господь, явлены явные чудеса и знамения в ихнем служении во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Будь прославен наш Бог. Аминь. Благодарим Тебя. Скоро, очень скоро Скоро, очень скоро, мы увидим Господа Аллилуйя, Аллилуйя, мы увидим Господа Скоро, очень скоро, мы увидим Господа Скоро, очень скоро, мы увидим Господа Скоро, очень скоро, мы увидим Господа Аллилуйя, Аллилуйя, мы увидим Господа Радость будет там, мы увидим Господа Аллилуйя, Аллилуйя, мы увидим Господа Аллилуйя, Аллилуйя, мы увидим Господа Аллилуйя, Аллилуйя, мы увидим Господа Смерть побеждена, мы увидим Господа Смерть побеждена, мы увидим Господа Аллилуйя, Аллилуйя, мы увидим Господа Скоро, очень скоро, мы увидим Господа Скоро, очень скоро, мы увидим Господа Аллилуйя, Аллилуйя, мы увидим Господа Аллилуйя, Аллилуйя Аплодисменты И сейчас у нас просто экстрена нужда Там просто сообщили, что молодой человек Я так понял, покусала собака серьезно И его температура большая Должны вести в emergency, попросили помолиться Если есть эти люди, вы можете подойти сюда Здесь мы вместе с братьями из церкви помолимся Наше призывание служить нуждам друг друга И откликаться на нужды Как тебя зовут? Самуил Бедный Самуил Пожалуйста, братья, проходите сюда Давайте мы помолимся за него во имя Иисуса Господи Иисус Мы просим Тебя за маленького Самуила Приди, Господи, Твоей победой в ее судьбу Пусть пройдет сила Твоя Благодат Твоей крови от головы до ног Пусть уйдет всякая температура и горячка Уровняй ее температуру во имя Иисуса Исцели ее от всякой немощи и болезни Во имя Иисуса Благослови, Господи Он идет к Тебе, в первую очередь к Тебе Бог мой, Ты един, кто можешь исцелять Мы просим Тебя Яви славу Твою в ее судьбе И дай милость для дома И для малого Самуила Мы просим это во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Благослови Тебе Бог Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный Благослови сестру 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 Сестры, можем еще присесть на несколько минут. Есть еще у нас свидетельство, брат Володя скажет. И еще я хочу сказать, у нас там есть возможность приобрести диски, кассеты, всякие книги. Там будет написано «donation». Это означает, что там какую цифру вы увидите, это минимальный «donation». Вы можете пожертвовать гораздо больше. Так что будьте волославлены. Друзья, прекрасное служение, правда? Наши святые, молодые. И вообще, я хотел сказать пару слов. Задержу буквально пару минут, немного времени, у нас мало времени. Я, когда слушаю хор ваш, молодые, вы поете вроде 4 месяца, но на самом деле, как вроде 4 года уже, такие спетые голоса, правда? Молодцы, слава Богу, очень красиво поете. И главное, что от сердца и для славы Божьей. Кто руководил? Я не знаю, кто работал с хором. Я думаю, вопросы мы можем задавать позже. Я не знаю, просто здесь никого еще, как бы. Кто у нас руководитель хора? Давайте поприветствуем ее, благословим. Только однажды. Как зовут вас? Как? Инна, это... То есть, Инна, руководитель хора, будьте благословенны, Инна. Пусть Бог благословит вас. Прекрасно. Ну, я еще хотел сказать, что, слушая вас и смотря на служение ваше, которое вы делаете, это вообще сердце, знаете, радуется. Во-первых, потому немножко даже такой завистью белой, белой христианской завистью завидуешь, потому что хочется находиться в вашем положении. Знаете, не всегда так получится, не у всех так получается учиться в школе, в христианской школе, и находиться каждый день в таком состоянии, знаете, молиться, ходить, читать Библию целый день, потом ходить проповедовать. И представьте, с утра до вечера. Мы идем на работу на 8 часов, приходим домой там в 5 вечера. Желание есть, да, не знаю, если об этом потом поговорим. Да, ну, в общем, прекрасно, так вот, знаете, радуется сердце за вас. И вам скажу, что вы люди, я стою к некоторым спиной, так понял, то есть я вам скажу, что вы люди счастливые в том плане, что не все такие счастливые, как вы. Вот я знаю, многие молодежь, многие люди молодого возраста, особенно сейчас они русские здесь, в Америке, они погибают в алкоголизме, в наркомании, в таких, в таком состоянии, которым жалко на них смотреть. Я вспоминаю тоже свои молодые годы, где много друзей моих, и это все, знаете, таким плохим отпечатком вспоминается. Но смотря на вас, я радуюсь, что и вижу, что вы счастливые люди. Хотелось бы, чтобы больше, чтобы вы привлекали больше и больше молодых людей на вашей миссии, в вашем миссионерском путешествии, куда вы будете ехать. Привлекайте больше таких молодых людей, как вы, своим желанием, стремлением к Богу, то есть своим сердцем. И еще, вообще-то, почему я вышел сюда, я хотел бы сказать, для тех, кто не знает, во-первых, наша церковь существует всего один год. Вот мы годы, может, два месяца, мы полтора-два месяца назад, мы праздновали годовщину нашей церкви. То есть она небольшая церковь, у нас, вот сколько вы видите сейчас, это, конечно, еще в четыре раза в месяц, может быть, или в три, много гостей сейчас. Кто не знает, мы всего один год существуем. Как только основалась церковь, буквально через несколько месяцев наши святые привезли информацию о вашем колледже, о христианском колледже, и сразу же Илья и Марк, они изъявили желание поехать туда. Вот у них так сердца загорелись, они говорят, мы хотим поехать, мы хотим поехать, мы хотим евангелизировать. Мы, знаете, так посмотрели на это, сказали, слава Богу, вперед. Вот, они поехали, мы рады за них, мы очень рады за них, мы хотим благословлять их и в дальнейшем. А в то время, пока они там были, мы услышали, что они едут в миссионерское путешествие, и им нужны финансы. Мы благословили их церковью, а также мы собрали, собирали и сделали такой ивент, как бы событие сбора пожертвований для них с помощью нашей молодежи. У нас небольшая группка молодежи, они в основном вот здесь вот сидят все, основная часть как бы их обычно. И у нас небольшая молодежь, но все пожелали поучаствовать в этом. И собрать благословение, то есть финансовое благословение для Илюши и Марка, в частности, и в их поездке на Украину, и куда они собирались там ехать еще, и куда их посылают, в Россию, в другие страны. И я хотел бы пару минут буквально показать слайд-шоу, пару фотографий, когда мы сделали это событие сбора пожертвований. А Илюша и Марк, подойдите сюда, я вас не вижу, где вы сидите. Выйдите сюда, пожалуйста, вперед. Музыка будет сопровождать, вместо меня. Музыка будет сопровождать. Музыка будет сопровождаться. Музыка будет сопровождаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Будьте благословения ДимаTorzok